Приветствую вас и, отвечая на вопрос о том, правильно ли вы поступили, надо сказать, что да. Поступили вы правильно, потому что, ну, действительно, молодой человек вёл себя по отношению к вам достаточно негативно. Я бы даже сказал, что потребительский, я бы даже сказал, что он вас принижал, он вас целенаправленно выставлял так, что вы всё, вы его, он вас покосил, да, и, в общем-то, делать больше ничего ему не надо. То есть в этом контексте, если бы вы оставили своё поведение таким же, с прежним, то надо сказать, что, ну, ничего хорошего из этого не было бы и дошла бы вплоть до, ну, возможно, даже до измен с его стороны. Вот. Но давайте скажем с вами так, что поступили правильно вы в общем, то есть в смысле, а вот в форме, когда вы отказались идти в сквер, в ваш любимый сквер, ну, это было не совсем правильно. Почему? Дело в том, что мужчина для себя считал, что вы его отталкиваете резко. И он, наверное, думал, что вы будете ему более открыты теперь. А в действительности получилось так, что вы не помудрали отворот-поворот в слишком грубой форме. То есть это была слишком жёсткая форма того, что вы, в принципе, правильно решили для себя. В действительности модель поведения ваша, она должна была бы быть немножечко иной. То есть решили, например, зазоним показать, что вами надо дорожить. Это правильно. Но отказываться от прогулки, когда вы на мероприятие пришли, куда постоянно ходили, а потом традиционно в скверы выходили гулять, то есть всё это уже как бы вот было таким, ну, наработанным образом жизни. И когда вы отказываетесь от этого, то это явно-явно просто проявляется свою вредность, мужчина это понял именно так, именно поэтому он обиделся, потому что вы проявили свою вредность. Вы не проявили здесь свои интересы, а вы проявили здесь свою вредность. Позвольте дело, его оттолкнув и его, может быть, немножко унизу. Да, он и не для вас, но у него для унижения и свои мотивы вполне возможно не доказывать, и плохие, по его мнению, не для вас, по его мнению. А вот для вас мотивы актуальны немножечко всё-таки другие. И эта мотива в первую очередь доказать, что вами нужно дорожить. И вы неправильно дали мужчине понять это. Вы слишком явно, слишком сильно, слишком агрессивно и ярко это ему показали. В действительности, нужно было поступить немножко иначе. Как? Вот согласиться с ним на прогулку в сквере, и, в общем-то, проводить с ним время, но при этом быть с ним холодной, неразговорчивой, молчливой, грустной и так далее. И на вопрос мужчины о том, почему вы такая, можно было сказать, что вам очень не по себе, из-за того, что вот он изменился. То есть, понимаете, вы не обвиняете его в том, что он как-то делает не так, что-то делает не так. А вы говорите, что вам, вам плохо, вам тяжело, вам грустно. И вот это показывает сразу отношение мужчины к вам. Либо он начнет вас принижать, говорить, что ну, чего ты из-за пустяка переживаешь. Либо показывает, что, в общем-то, ему действительно это важно. Скажет, что у вас ты дорогая, у меня там что-то случилось и так далее. И тогда, и так далее. Может быть, например, он после того, как вы провели вместе, ну, были в интимной близости, может быть, он испугался, что чрезмерно от вас зависит. А может быть, просто вас бы хотел покорить. И по его отношению вы бы и поняли, что действительно является актуальным для него. И поэтому корректировали бы свое поведение. А так получается, что вы не разобравшись с тем, почему он так себя ведет, не увидев его реакцию на то, что вам грустно и плохо, просто-напросто его обидели. Вот в этом вы не правы. Это первое. И второе. Вы говорите, я должна была сидеть и плакать в ожидании. Его звонка. Это вот тоже очень важный, куда более тревожный момент, чем тот, о котором я говорил перед этим. Почему вы должны были сидеть и ждать его звонка? Почему у вас не было никаких дел своих? Почему вы ничем себя не занимали? Почему вы концентрировались только на нем, тем самым делая его более значимым для себя, и тем самым испытывая мотивацию быть с ним? Мотивация быть с ним здесь, это уже не для него. Это уже для вас. То есть вы хотели быть с ним для себя, потому что для вас это реализация. И вот здесь вот начинает вопрос. Помимо него у вас еще какие-то дела есть? Помимо него у вас еще какие-то друзья есть? Помимо него у вас есть какие-то увлечения, хобби, занятия и так далее, чтобы дать мужчине понять, что, например, я сейчас не могу прости, я там с друзьями, я сейчас не могу прости, у меня там дела и так далее. И если вот этих увлечений нет, то нужно разбираться с тем, почему их нет. Неуверенность в себе. Например, страх, сомнения, комплексы, что-нибудь еще. Может быть, вам имеет смысл кругозору свой заширять, то есть, чтобы осваивать больше, ну, больше видов деятельности, больше людей, чтобы было в вашем окружении и так далее. Понимаете? Потому что, ну, даже если вы своего мужчину любите, и он даже, если любит вас, то растворяться в нем вскредмерно, то есть, действовать вот так вот себе в ущерб, да, ожидая его, вы, как мы говорим, что должна была сидеть и ждать, вы не должны были сидеть и ждать. Вы вообще не обязаны его ждать. У вас есть свои дела, своя жизнь, помимо него, свои увлечения, своя собственная цель, а вот этого всего получается нет. Возникает вопрос, почему? Отсюда возникает также предположение и о том, что мужчину вы видите как средство реализации всего вот этого, чего у вас нет без него, и тем самым опять же повышается в нем нуждаемость. А если предположить, что у вас была активность, если предположить, что вы востребованы, если предположить, что вы ценные, нужен ли вам этот мужчина? Да, возможно. Но сидели бы ли вы, сидели бы вы и плакали, ожидая его вонка? Я думаю, вряд ли. Вот и подумайте о том, что вам нужно сделать для того, чтобы никогда людей не ждать, чтобы не ожидать их, чтобы наполнять свою жизнь собственными делами, собственными идеалами, собственными стремлениями, понимаете? С собственными видами деятельности, другими людьми, интересными людьми, увлечениями другими, занятиями и так далее. Может быть, вы наедине с собой бывать боитесь, не хотите, вам тяжело, вы не принимаете себя. Понимаете? То есть вот это большая проблема. Проблема даже не в том, как себя вести. В принципе, я думаю, вы сказали, как себя вести. Я вам сказал, как себя вести нужно. То есть не отказываться, да, ну просто везливо, мягко так, быть с ним грустный, не сговорчиво, отстраненный, холодный. Вот. И говорите ему, что прости, дорогой, у меня там дела, я там занят и так далее. Но это должна быть реальная занятость. Реальные дела, не выдуманные вами. Потому что если это выдумано будет, то, по сути дела, ваша нуждаемость в мужчине, она не уйдет никуда. И, кстати, может быть, именно поэтому, именно поэтому, вот потому что, вы нуждаетесь в мужчине так сильно, и он об этом не мог не знать, он и стал к вам так относиться, он и стал к вам так обращаться, вы потеряли свою ценность для него, как личность после того, как вы переспали. А что такое ценность как личность? Это свои интересы, свои взгляды, свои предпочтения, свои желания, и отстаивание их перед другим человеком. А вы этого не делаете. И вот, воборот, заключается в том, почему вы этого не делаете. Что вам мешает? Вот если поддарайтесь это понять, то вы сможете это исправить так, чтобы подобная ситуация вам больше не грозила. Но, как правило, это все-таки неуверенность в себе, и невозможность реализовать свои интересы. Плюс, недостаточно широкий, активный круг общения с людьми, а это всегда проблема с деятельностью, с организацией деятельности, и с преподнесением себя. То есть, если у вас проблемы с общением, то вы неправильно, неверно себя преподносите. И в результате, в результате, у вас возникает подобная проблема. Здесь я рекомендовал бы вам, для начала, проработать вообще свой образ. Образ женского поведения, модель женского поведения, образ общественного человека, и модель общественного поведения. Вот. Подумать, какой бы вы хотели быть женщиной, и так далее. Каким бы вы хотели быть общественным человеком, и так далее. Если мы говорим, о женской модели поведения, о том, что мужчина вами дорожил, то вам нужно быть такой женщиной, которую он хочет видеть рядом с собой. Не так, как он к вам относится сейчас, а именно, именно ориентируясь на его предпочтение, на его желание, на его личные взгляды, чтобы вы понимали, какая женщина ему нужна, и, если нет вам вреда от этого, были бы и ею. И тогда он будет вас ценить. Для этого, опять же, нужна некоторая осознанность, то есть нужно отграничивать то, что вам вредит, то, что вам идет на пользу, вот, и нужно обладать определенной долей независимости. А вот независимость у вас, как раз таки, отсутствует. И, значит, вначале вы вырабатываете модель поведения по отношению к нему именно такую, более пассивную. Это первое. И второе, продумываете для себя, чем бы вы могли заниматься, чем бы вы хотели заниматься, и так далее. Для того, чтобы исключить фактор зависимости и неоправданного завышения значимости этого человека для вас. Потому что, когда в нашем отпуске человек растворяется в другом, и тот перестает его видеть как индивидуальности. А когда мы растворяемся в другом, мы заставляем того, в ком мы растворяемся, видеть в нас себя, и тем самым испытывать определенный негатив от того, что у нас такой портсер, потому что никому неприятно видеть отражение себя самого в другом человеке. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, пишите в личку, я вам помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если сделаете его лучшим, желаю вам всего самого доброго и удачи.